12 декабря в соединениях и воинских частях Вооруженных сил Республики Беларусь прошли мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. В городе Надбуком в этот день произнесли главные для каждого воина слова, слова торжественной клятвы порядка тысячи военнослужащих, около 750 из которых пополнили ряды Брестского гарнизона и чуть более 220 Брестской пограничной группы имени Дзержинского. Молодое пополнение, которое пришло служить на верность нашей родине, приводится к военной присяге. Это, конечно же, праздник не только для Вооруженных сил и органов плагоносной службы, это праздник и для семей этих молодых людей, которые пришли к нам на службу. 957 человек принимало присягу в Брестском гарнизоне, но таких гарнизонов у нас достаточно много по всей территории нашего государства. Присяга – очень ответственное и волнительное мероприятие в жизни каждого мужчины, так как оно происходит один раз в жизни, и поэтому мы готовились с особой ответственностью, с особым усердием, старанием. Уже сегодня об этом с гордостью рассказывает военнослужащий Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского Илья Мялик. Имея за плечами хорошую спортивную подготовку, получив высшее образование, молодой человек не представлял себе чего-то другого, как служба в армии, причем именно в пограничных войсках. В ответственные торжественные минуты присяги рядом с новобранцем его главная опора и поддержка – любимые родители, которые, несмотря на волнение, рады, что их сын сегодня в рядах элитных войск страны. Конечно, переживаем, но мы рады, что наш сын всегда хотел служить в пограничных войсках. Именно вот сбылась его мечта, и он туда попал. Но наш сын как бы приучил нас, чтобы он в школе лучший, был он в университете, один из лучших. И мы надеемся, просто уверены, что он будет и службу нести в ряду одни из лучших. Знаменательно, что в год 70-летия Победы главные для каждого военнослужащего слова произносятся именно в Брестской крепости, которая спустя столько лет остается символом мужества и героизма. С наступлением этой по-особенному ответственной минуты вся служба военнослужащего и каждый его поступок будут оцениваться в соответствии с теми словами, которые были произнесены в момент принятия присяги. Я желаю вам с достоинством преодолеть, освоить воинскую специальность. Я желаю вам успехов в боевой подготовке, высокого морального духа и крепкого здоровья. Впереди у этих юношей курс молодого бойца, обучение специальным военным дисциплинам, работа над строевым шагом, совершенствование техники владения оружием. С первых дней в рядах официальных военнослужащих для них начинается новая жизнь со своим укладом и распорядком. Но это все впереди. А пока их ожидала встреча с родными и близкими. И первое в жизни увольнение.